Если на плоскости лежат точки, при этом не все на одной прямой, потому что если все точки на одной прямой, то понятно, что направление одно, ничего не сделаешь. Так вот, если не все точки лежат точки на прямой, оказывается верна такая замечательная теория. Если n равно 3, то направление не меньше, чем 3. Если число n четное, то направление не меньше, чем 2m. И если число n не четное, то направление не меньше, чем n-1. Вот в теореме, почему сейчас рассказать вам подробное доказательство этой самой теоремы, во-первых, объясню, почему можно решать задачу только для четкого числа. Это совсем просто. Представьте себе, что вам дали 2m плюс 1 точку. Вы берете любую из этих точек и отбрасываете. Представьте себе, что после того, как вы ее отбросили, все точки оказались на одной прямой. Так, тогда будет 2m штук на одной прямой. При этом отброшенная точка должна быть не на этой прямой, потому что если бы она будет на этой, то тогда все должны на этой прямой, а задача у нас не такая. И значит, минимум 2m направлений, а на самом деле даже больше, как еще и прямая, у нас не будет. А если эти точки все-таки не на прямой, то есть мы отбросили одну точку и получили конкурацию из 2m точек, которые не на прямой. Ну хорошо, тогда применяем прямо вот это, что четное число точек тогда будет не меньше, чем 2m. Все же. Я могу не обращать внимания на эти четные числа. Могу смотреть только сюда. Ну и случайно равно 3м, конечно, тоже будет интересен. Вот. Вот на самом деле ситуация, которую я очень понравился. Теперь я возьму какую-нибудь картинку и расскажу, как я такой картинке поставлю в соответствие некоторую последовательность перестановки. картинка будет достаточно замечательной, вершины квадрата и середины стороны. Я сейчас расскажу, что значит осмотреть эту конфигурацию со всех сторон. Сначала я беру почти горизонтальное направление. Смотрите, что тогда будет. будет вот так. Оно будет очень-очень выше. Ну, не думаю, вот почти резонтальное. Будет так, так, так. Согласны? Ну вот, замечательно. И точки я пронимирую в точности по тому, в каком порядке они идут. Это у меня называется четвертая точка. Это будет пятая. Дальше вот это будет двадцать шестая. Это номер точек. А не номер троя, а номер точек. Это шестая. Ну, это, соответственно, седьмая. Замечательно. И я сейчас выпишу прямо вот эти восемь точек в том порядке, в котором они идут. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Дальше я буду потихонечку вращать эту прямую. Представьте себе, у меня стоит такой фотограф очень-очень далеко и фотографирует эту картинку. Потом он там чуть-чуть отошел, фотографирует снова, чуть-чуть отошел. Понимаете ли вы, что в какой-то момент какие-то две точки попадут там напрямую. Согласны? Да. Кстати, интересно, под каким углом впервые это произойдет? Можете сказать? прямая параллельная направление шесть, пять. По-моему, это правда. Так, ребята, посмотрите, пожалуйста. Нет ли еще более наклонного направления? О, нет, правда? Да. Замечательно. Прямая параллельное направление шесть, пять, а, между прочим, такого же направления прямая четыре. Согласны? Да. И вот, когда мы будем смотреть, то у нас точка пять сольется с шестерки, а три сольется с четверки. А еще чуть-чуть сдвинемся, и они поменяются не станут. Вот она идея, да. Три, четыре поменяются, пять, шесть поменяются, и получится новый порядок точек. Один, два, четыре, три, шесть, пять, семь, пусть. Вы должны обойти, 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 и оказаться вот здесь. То есть оказаться, на самом деле, в обратном порядке. Сделать оборот на 180 градусов. Вот если вы сделаете оборот на 360 градусов, ничего не произойдет. А если сделаете оборот на 180 градусов, то на самом деле вы будете смотреть не справа, а фактически вы будете смотреть слева и соответственно то что будут строго обратный порядок будет наоборот 8 7 6 5 4 3 1 а вот что будет здесь давайте так берем 0 здесь одна вторая следующему переходку стоит по-моему единиц да да давайте 1 4 2 так то есть у нас поменяются 2 4 поменяются 2 4 поменяются 3 6 5 7 получится простая штука 1 4 2 6 3 7 5 8 какие три вставки такого здесь нет поменяются 2 6 и поменяются 2 6 и 3 7 хорошо останется так 1 4 6 2 7 3 5 очень хорошо следующая прямая будет вертикальная блога и цена бесконечная поменяются 1 4 6 поменяются 2 7 и поменяются 3 5 8 получится следующая штука 6 4 1 7 2 8 5 3 хорошо а дальше что дальше поменяются 7 и 1 угловой коэффициент минус 2 угловой коэффициент минус 2 это вот такая прямая поменяются 1 7 и 2 8 1 7 и 2 8 полотен остается так 6 4 7 1 8 2 5 3 хорошо и после минус 2 это что? минус 1 минус 1 минус 1 конечно минус 1 это вот так это 4 7 1 8 2 5 так 4 7 1 8 2 5 так 4 7 1 8 2 5 отлично будет 6 7 4 8 1 5 2 3 6 8 6 7 8 6 7 3 и получите 2 Пять, один, два, три. Все нормально. И, наконец, горизонталь. А что значит горизонталь? Ребята, какие будут изменения? Шесть, семь, восемь. Один, два, три, шесть, семь, восемь и четыре, пять. Так, один, два, три – это вот здесь. Шесть, семь, восемь – это вот здесь. Здесь вы видите, что я не скажу. И то, что я не скажу, это четыре, пять. Посмотрите, что будет. Когда применяешь, это будет один, два, три. Дальше будет четыре, пять. Дальше будет шесть, семь, восемь. Получится ровно это, то как у нас будет. Господа, посмотрите, сколько применений. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. То есть это опять конфигурация, в которой два умножить на четыре чёрное число толще и ровно столь между трёх. Так вот, я уже могу дать абсолютно важное для доказательства определение. И вот когда меняются места и пятние числа, давайте называть пересекающие перестановки. Вот я провожу прямую, отделяя левую половину от правой. И перестановки я буду называть тремя словами. Пересекающие. Это вот это, это, это. Когда мы какие-то числа слева перебросили на правое, и, соответственно, справа на левую. Вот это называется пересекающие. Вот такая перестановка будет называться касательная. Давайте, значит, картинку рисую. Если у меня перестановка, как вы знакомы, называется пересекающие. Если перестановка... Кстати, можно ли это с двух сторон сразу, переходя на с одного страны? Есть, еще что-то, нет, неважно. Но касается, то это будет, соответственно, касательная перестановка. Не касается и не пересекающая. Давайте, говорим, что это обычная и остальная. В общем, не пересекающая и не касательная. Так вот, для того, чтобы вы, что называется, все поняли, давайте обсудим некоторые свойства. Первое и главное свойство. В начале числа идут 1, 2, 3 и так далее, 2, 1. А в конце они идут как? По обратному порядку. Поэтому все 2 М чисел должны, ну, кто слева направо, кто справа налево перебраться. Должны поменять части, которые не находятся. Когда происходит это изменение? Происходит изменение во время обычных перестановок? Нет. Во время касательных? Нет. А здесь происходит. Ребята, когда у вас происходит такой перебраться, то обратите, пожалуйста, внимание, у вас вот эти вот чисел, я не знаю, что идут сюда, а эти идут сюда. Давайте каждый раз будем аккуратно смотреть, сколько же чисел участвовало в этом перебраться. То есть, вот здесь вот сейчас было 2 числа. Здесь 2 числа, здесь 2 и 2. 4 раза по 2 числа, это как раз и есть 8. То есть, для любой пересекающей перестановки запомни, сколько чисел нет. И вот сумма этих чисел... Так, я очень быстро закончу рассказ, ребята. Поэтому сейчас важно, чтобы вы все слышали, внимание. Сумма этих чисел не меньше, чем 2 м. Это понятно? Да. Понятно. Давайте аккуратно... Аккуратно это сейчас я напишу. Что я напишу? У меня есть некоторая пересекающая перестановка. Вот она, это P, пересекающая. В этой пересекающей перестановке участвует некоторое количество числов. Кстати, понятно, что еще 3 числа? Да. Потому что общее количество числов четное. То есть, некоторое количество числов. Давайте мы обозначим 2х1. Дальше есть некоторая другая пересекающая перестановка. В ней участвует некоторое количество числов 2х2. Там, может быть, еще некоторое. 2х3 и так далее. Так, ребята, скажите, пожалуйста. Может быть, что пересекающая перестановка ровно одна? Нет. Нет, конечно. Потому что, если бы она была одна, то это означало, что все числа слева, мгновенно, перебросились направо, а все справа налево. Слушайте, это означает, что просто точка лежат на данную прямую. А у нас просто условие защиты. Значит, вот это, ну, может быть, их и две, но, в смысле, не меньше, чем тут. Хорошо. И вот я сейчас пишу очень важное неравное значение. 2х1 плюс 2х2 и так далее, и так далее. Я не знаю, сколько этих пересекающих перестановок. Важно, что в сумме это не меньше, чем 2. Теперь давайте следующую мысль. Смотрите. Вначале здесь были маленькие числа, здесь большие. Когда у вас делается любая операция в порядке возрастания, а стали идти в противоположную. Согласны? И в конце концов, они все будут идти в порядке в бывание. Согласны? Замечательно. Значит, каждая перестановка, она устроена так. Берем числа в порядке возрастания и переставляем в обратный порядок. Отлично. Теперь простое, но принципиально важное объявление. Между любыми двумя пересекающими перестановками должна быть хотя бы одна касательная. перестановка, если в ней участвуют числа, хотя бы одно число, непосредственно привыкающее к средней прямой. Мы все числа от одного до двух выписали, первую половину отсчитали и провели такую вертикальскую перестановку. Понятно? И вот эта перестановка называется касательной. Кстати, здесь на этой картинке вообще нет ни одной обычной перестановки. Как ощущение получилось? Можно было бы, можно привести к примеру, когда едет, когда бывают и обычные. Смотрите, когда у вас есть некая перестановка, перестановка должна идти по возрастанию. Да. Обычная перестановка не влияет на два числа, находящиеся около середины. Пусть была какая-то пересекающая перестановка. До нее здесь порядок в качестве АВ так, что А было меньше, чем В. Так? Ну да. После этого здесь В. Они переставились, стало ВА. Здесь А. Да. Посмотрим. Обычные перестановки не влияют на порядок В и А. Ну просто в них не участвует ни А, ни В. Да. Значит, они так и будут стоять после обычных перестановок. Чтобы В больше, чем А, мы не можем сделать пересекающим перестановку. Так, все поняли? Давайте еще раз. Чтобы какие-то числа участвовали в перестановке, надо, чтобы переставляемые числа шли в порядке возрастания. Правильно? То есть, когда числа идут в порядке возрастания, так получилось, что они попали на одну прямую, и мы их переставляем. Замечательно. Но если числа А и В один раз поучаствовали в пересекающей перестановке, А и В были рядышком, да, перепрыгнули А на место В, В на место А, то у нас А меньше В. Куда-то должны уйти, в смысле, что они вдвоем уже не могут там участвовать. Когда вы делаете перестановку, числа должны идти в порядке возрастания, и переставляемые числа становятся в порядке убывания. Между любыми двумя пересекающими есть хотя бы одна касательная. Это понятно? Да. Хотя бы одна касательная. На самом деле, еще одна важная вещь. Представьте себе, что ситуация не такая, как писал Оля, а ситуация вот такая. Пусть пересекающая перестановка была более длинная. Например, А1, А2, А3, В1, В2, В3. Вот так вот они стояли, и после перестановки, смотрите, что получилось. В3, В2, В1, А3, А2, А1. Замечаете? Раньше числа шли в порядке возрастания, но теперь они, естественно, идут в порядке убывания. В3, В2, В2, В3. Скажите мне, пожалуйста, может ли сразу после этого идти перестановка вот такого типа или такого типа? Как вы считаете? Нет. Конечно. Надо по одному с конца убирать. В перестановке, посмотрите, как же все устраивается. Если у вас здесь числа идут в порядке, они не могут участвовать в одной перестановке. Для того, чтобы у вас произошла та самая касательная перестановка, о которой я сейчас говорил, на самом деле надо разобраться с этим человеком. То есть надо, чтобы это число куда-то переставилось, это число куда-то переставилось, только после этого что-то может произойти. Нужны еще отличные перестановки. Я боюсь, что вы сейчас ничего не понимаете, поэтому давайте-ка мы сейчас сделаем следующую. Дрессуем конфигурацию, в которой будут и обычные перестановки.